Вчера ночью, но при фонарях, на обычной советской улице Екатеринбурга потерпел очередное крушение очередной прокатный автомобиль по системе каршеринга, в очередной раз поспособствовав укреплению их резко подурневшей за последнее время репутации магнита для безбашенных водителей, от которого дешевле держаться подальше. Водительница, ехавшего по Советской, от Шевченко в сторону Уральской, солидного Прада, глядишь, и была бы рада подальше. Но размалеванный Лифан с молодой компанией на борту сам настиг ее сзади, а обгоняя справа задел бордюр, после чего, отскочив, черкнул по бамперу внедорожника, закрутился, влетел в ограждение и, в конце концов, разбросав колеса по округе, встал посреди дороги, развернувшись задом наперед. Удивительно, но никто из находившихся в китайской легковушке не пострадал. Только водитель вдруг резко оголодал. Там водитель. Некогда водитель. Один туда влезался. Никто не пострадал? Джип зацепили, развернув, забор удалив. Как произошло-то? Ехала с вокзала, да, сестру провожала на поезд. Ехала по левой полосе. Он на всем ходу. Видать, задом, что ли, может быть, занесло немного его. Зацепил мне передний бампер. И я удар услышала, несется стрела. Я еще еду, соображаю, так, хаотично думаю, сейчас уедет и виноватых нет. Смотрю его, как закрутило. Я с перепугу-то, скорее по тормозам, раз вправо прижалась, чтобы не это. И вот так и стою. То есть не посередине, где он меня зацепил, а немного прижалась. Он на большой скорости, да, ехал? За истекшее время внимательный зритель наверняка уже обратил внимание на то, как нехорошо посреди дороги стоит разбитый ничейный автомобиль, который, в отличие от Прада и другого автомобиля, не участника аварии, а просто сломавшегося на другом краю советской, совсем не прикрыт знаком аварийной остановки и не моргает аварийкой. Ну, просто нечем там уже моргать. Так что водители вынуждены были здесь проходить мини-слалом-гигант. И очень зря аварийный комиссар так смело стоял возле лифанского передка спиной к потоку. Тем временем водительница Прада за кадром продолжала рассказывать, как она ехала и никого не трогала. И по левой полосе тихонечко ехала. Ну вот оно, одно из мест, где собака порылась. Дорога пустая, правый ряд свободен. Но я еду по левому, хотя и еду медленно. Не будем утверждать, что вот именно в этом месте это было нарушением ПДД. Но вообще-то принято как-то в странах с правосторонним движением по возможности держаться правее, оставляя левые ряды для тех, кто больше торопится, вне зависимости от причин и законности той скорости, на которой торопая летит. Легко можно себе представить, что у молодого горячего водилы, катающегося с друзьями ночью на публичной тачке, вертелось, если не на языке, то в мозгу. Наверняка это какие-нибудь слова типа «тошнить по левой полосе» в тот момент, когда он обходил неторопливую «Тойоту» по правой. Собственно, в результате чего и окарался. Впрочем, юный пилот как-то не сильно склонен был к излишней самокритике и намекал на то, что ответственность еще и на автомобиле, который неисправен. Стекло запотевшее сильно было, начало запотевать. И плюс ошибка двигателя была. Ну, оставим в покое пассаж про стекла, которые были сильно запотевшие, но при этом еще начинали запотевать. В конце концов, можно предположить, что, имея на борту троих молодых людей, холодной октябрьской ночью авто мог потеть стеклами и по каким-то другим причинам. Но вот лампочка ошибки двигателя – это явно та неисправность, что просто заставляет водителя сжать на кашетку и сверхрискованно маневрировать с разгоном. Ну и, кстати, знак аварийной остановки в том месте, где он должен был бы быть, да не был, в итоге все же появился. Появился он, правда, не перед разбитой мордой Лифана, а за кормой такси Рино Логан, чей водитель слишком увлекся изучением деталей происшествия, да не заметил при этом перед носом его самой главной составляющей. Ну и сам стал участником этой схемы.